Продолжение следует... В широках, как в синем море, Ты найдешь простор земли, Улетает печаль и горе. Широка и богата земля русская, Особенно край наш родной, Муромский. Князь Павел правит в нем мудро и справедливо, На зависть многим. А где зависть, там, как водятся мысли черные, Да дела злые. Господи, помилуй нас. Помоги отвести беду от земли нашей. Ты что, дедушка, кому ты кланяешься? Тебе, милая. От всего народа в благодарность За силу твою светлую и дар небесный Людей исцелять. Да все по Божьей воле. Предсказание есть, дочка. Беда на Муром надвигается, И только ты помочь можешь. Позволь, пособлю, княже. Рано. В самый раз. Слышали? Князь Павел в поход пошел. Как пошел? Не справятся они без меня. Князь Павел! Влас, подождите! Чудище Доморское! Я же метательную машину вам не показал! О, баски напугал как! Без нее не победить! Ну что, Фома, привез машину? Да привез, привез! Но сначала, князь Петр, Позволь познакомить тебя с женушкой моей, Милой Дуняшей. О, и правда, вот так ладно. А сам-то, княже, Когда женить себя думаешь? Петр? Княже? Да на ком жениться? Где отыскать достойную руки моей? Где? Разве что в Царьграде, За аварем, Царьревну Византийскую. Так что не судьба мне под венец идти. Этак ты никогда у нас, княжи, не женишься. Почему же? А вот когда снег летом выпадет, Тогда и суженая моя сама объявится. Дедушка, ну почему я? Ты единственная, Кто может князю будущему помочь, А стало быть и княжеству Муромскому. Но для этого тебе обвенчаться с князем Петром. Нам надо. Сила ваша в любви и в вере. Но я же дочь древолаза, А он князь. Самой свататься? Не хочу срамиться. Я почему-то такая упрямая. Нам пора идти. Это судьба твоя. Нападем на змею прямо в его логове. Как думаешь, воевода? Княже, здесь бить змеюку не лучшая идея. Как-то тут темно, неуютно, что ли. Погибну, но змея с собой заберу. Не дам ему дойти до нашего княжества. А народ сказывает, будто у идолища поганого не одна жизнь, А целых три. Вот так, и с первого раза змея этого никому не убить. Да хоть и три. Все одно, не вечную. А ежели со мной что случится, то я в Муроме Петра оставил. Он справится. Взрослый уже. Но! Но! Берегись, чудище! Слава Богу, успел. Павел, смотри, что тут. Я же тебе велел в Муроме оставаться. Или мое княжеское слово тебе ничто. Вон он! Смотрите! Летит! Летит, смей. Прости, брат. Ребята! Держите! Смотри, огромный ты какой! Дружина, все по местам! Плечом, плечу! Сейчас моего! Только держитесь, ребятушки! Сапкнуть двенцы! И готовится! Ну, не подведи. Тяните! Все за мной! Плечом! Держись, Петр! Держись, Петр! Петр! Слава Богу! Слава Петру! Не по зубам тебе нечисть, княжество муромское. А хороши трофеи? Бросим его здесь. Нет зачем в муроме народ пугать. Ну что, брат, закатим пир, когда вернемся? Конечно. В честь твоей свадьбы, а? Да молод я еще. Когда оно будет? Змея поганого убил, можно и жениться. Да ладно тебе, Павел! Это ж ты все сделал! Если бы не ты, ехал бы сейчас с муром мешочек с моим пеплом, а не я. Змеи бойцы. Эй, да что вы так плететесь? Давай живее, молодцы, а то в пути застаритесь! Эй, красавчик! Как же так? Такой отважный воин-змееборец и вдруг испугался маленького зайчишки. Так заяц бежал прям поперек дороги. Куда я примета? А есть примета, на что упал, то и болеть будет. А еще есть примета, змей трехглавый поперек дороги. И кто ж тебя замуж-то возьмет, такой умный? Да не беспокойся. Есть у меня уже мой суженый. А тебе все дорасскажи. Ох, не завидую я ему. Ну а как звать-то тебя, красавица? А зачем тебе? Ты ведь князь. У тебя своя дорога. А у меня своя. А откуда ты, красавица, знаешь, кто я такой? Эх, проглядел. А теперь гадай. Еще увидимся! Рано радуешься, князь. Да, рановато. Ты забрал у меня только одну жизнь. А я заберу у тебя все. Муром отдашь! Решил змей поганый Тайно в Муром пробраться. Зло свое сеять Да людей искушать. Эй, ты, девка! Далеко до Мурома. Кому далеко, А кому и сто верст, не крюк. Бывало там? Да, случалось. Путь-дорожку покажешь. Негоже как-то в берлогу соваться, Ежели сам не медведь. Ишь, смелая какая нашлась. Я без приглашения в гости не хаживаю. Ну так я тебя заставлю, Если не хочешь по-хорошему. Ой, бедненький. Мишутка мой. А я тебя вылечу. Подходите, пирожки с крольчатиной! Живодера, морковку есть надо. Князь, княгиня, молодым княжичем и боярами едут. Ираида преданная дочерям попирать будет. За что она куда претет? Ариша, Мариша, я вам новые ткани привез. Все женихи вашими будут. Вот еще полюбуйтесь. Опять старье приволок. Баб своей подари. Да как же. Я не захотел угодить. Княжич Петр, постой. А, княже, бери мечи. Барень, смотри. Ха, приветствую, уны, сиятельниче, наша княгиня. О, достопочтеннейших, наша княгиня. Позволь сделать, княгиня, скромный, но очень красивый подарок. Ага. Попрошу, привет отсюда далеких морей, несравненные княгиня. Это изумруды. Ни к чему это, Анна. Но почему? А разве мне оно не к лицу? К лицу, к лицу. Но как-то не по сердцу. Да и что скажут бояре наши, что княгиня от соблазна удержаться не может? Анна, пойми, скромность, вот твое украшение. Благодарю, но княгиня не может принять столь щедрый дар. Как гальки, ох, я ж от всего сердца. Значит, ожерелье захотела. Будет тебе подарочек от меня. Отказал. При всех. А что плохого в том ожерелье? Разве я не достойна его носить? Ведь я княгиня. Павел только о народе и печется. А мне ни одного дорогого подарка не подарил. Ах! Что это? С резинкой княгины Будет тебе ожерелье, Анна. Ха-ха-ха-ха. Ах! 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 Павел, ты все же купил. Кто ты? А ну не лучше, вот он. Кто пошел? Павел! Павел! Вот так и живем. Порчу заморскую захочешь, достанем. А так-то мы люди скромные. В детстве ведь меня сам князь Павел на коленях качал. А его брат Петр мне вообще как родной. Вот так вот. Ой, смотри какой! О, а хочешь, я тебя его поймаю? Не поймаешь. А поймаю, поцелуешь? А если я поймаю, ты поцелуешь зайца прямо в нос. Ой, мой заяц! Зайтик! А ну, стой-ка, стой! Нет, я... Ты так, да? Сейчас, я тебя... Ну и где этот лоботряс? Тома! Павел! Меня кличет! Что там? Ты гляди, Павел-2! Кто же из них тебя на коленях качал? Кто лоботрясом назвал? Заговоренное ожерелье это. Никак его не снять. И управляет им змей этот гадкий. Силище в нем неведомое. Если что не так, не выжить мне. Сначала змей поганый, а теперь еще и это напасть. Одного не пойму, за что нам посланы все эти испытания тяжкие. Чтобы ни одной живой души ни слова, ни единого. Это ясно? Ясно, конечно, ясно. На, держи. Ступайте и помните уговор. Сегодня, как только стемнеет, все и решим. Думаешь, княгиня, ожерелье только на твоей шее? Нет, оно на всем граде Муроме. Анна! Даже не пытайся. Жизнь княгини теперь в моих руках. Шевельну пальцем, и она умрет. Но ты можешь спасти свою жену. Уступи мне трон по доброй воле. Вся твоя власть, дружина, богатство будут принадлежать мне. Все будут думать, что я — это ты. Смотри, ты отрубил головы змею, но не сможешь перерубить даже несколько моих волосков. А значит, и меня тебе не одолеть. Как? Да кто же он такой? Кто бы он ни был, а наши мечи перед ним бессильны. Даю тебе слово, брат. Я добуду нужный меч. Княжи, а то, батюшка, знаю, что именно ты настоящий князь Муромский. Будешь верно слушать, Героида. Получишь все, что пожелаешь. А ну-ка, Рома, дорогище! Беги на руку, княжечка! Беги на руку, княжечка! Еще! Давай, другой! Знать не так хорош, ваш хваленый Булат. У всех уже оружейников побывали. Да потому что не там ищете. Кто ж там такой всезнающий? С твоим великим делом ни один обычный меч не справится. Шел бы ты по-добру, по-здорову. Влас, не шуми. Дай ему сказать. Дабы одолеть тебе змея-ворога, ищи меч богатыря-змееборца. Агриков меч! В раке все это. А может быть и нет. Может, это наша последняя надежда. Ищи меч богатыря-змееборца. Агриков меч! Расскажу. Что-то хотел сказать и забыл. Забыл. Помощь мне твоя нужна. Испытание одно тебе будет. Да и Петру проверка. Ведь только милосердному меч в руки ляжет. Где же нам искать этот Агриков меч? Петр. Ну, несколько дней и ночей в пути. Ну, пора уж домой возвращаться. Что? Я что хочу сказать. Нет на свете такого меча, чтобы разрубить все это зло. Теперь вот какой-то Агриков меч ищем. Сейчас я укушу кого-то. Ну, наврал, старик. Я брату слово дал в лаз. Ах, тяжко тебе придется, княжа. Петр. Нет никакого Агрикова меча. Послушай его, княжа. В лаз дело, говорит Петр. Надо возвращаться. Княжа, домой уж нам пора. Ну и возвращайтесь. Я вас тут не держу. Без тебя? Без тебя? Да как можно, княжа? Нет, Петр, с тобой до конца. Ой, час, ой, час, час, бардука. Хорошо. Тогда пусть случай нас рассудит. Условимся. Если я попаду в бурундука, значит нет никакого меча. Ну, а ежели я, то будем искать дальше. Ты готов? Не промахнешь, раз! А-а-а! 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 Только милосердному меч в руки ляжет. Испугался маленький. Беги. Агриков меч. Нашел! Смотри, брат. Вот он, меч. Я свое слово сдержал. Ты это видел, Павел? Да что ж такое-то. Смотри. Один лишь пепел. Хватит. Держи. Меч нашел своего хозяина. Я ж говорил. Странное дело. Никто его из ножен вытащить не может. Только мне этот меч поддается. Не упрямься, Анна. Ты же этого хотела. Пусти. Я сделаю тебя самой богатой. Будешь ходить в Соболяка и Сумрудах. Мы будем жить в Белокаменном дворце. Только поцелуй, Анна. Нет, Павел. Ты же знаешь, что твой меч бессилен против него. Это моя битва. О, Петр. Неужто старший брат не рассказал тебе, что я непобедим? Но если желаешь сразиться... Агриков меч? Петр. Как ты нашел его? Павел! Аннушка! Аннушка! Да! А, нушка! Аннушка! спрячь под самый крепкий замок а там посмотрим кровь змея поганого она радуешься петр кровь моя смерть для всех найти мой амулет в нем вся моя сила помоги мне ираида обещаю я сдержу слова и ты получишь все что только пожелаешь а не врешь говорят совсем он плохо и долго ему осталось моя кровь а ну-ка жатсель а с павлом я уж сам поквитаюсь как только силы вернуться объединимся служить тебе буду мне нужен мой амулет да как же мне до него добраться все же догадаются придумай а где агриков меч не тревожься он в надежном месте павел приказал странная болезнь князь павел княже ничего ему не помогает и никакие снадобья от местных знаков и вообще когда найдите тех кто избавит его от этой напасти послать гонцов найти лучших лекарей все понял обещайте любую награду а можно тоже поедет фама ну а чего пётр все-таки мне ну это как брат попробуй туда вещь и одна знахарка видала сон про деву будто она петра исцелить может но путь туда не близки в княжество рязанское оживет та дева в деревушке ласково слава богу добрался ну и дыра а с этим ты что не только спросить без корыдная душа ох спасибо милая вот помогла помогла старухе то моей а я уж и не верил и ведь как не взяла же ничего господи прошу дали только жениха хорошего а здравствуй проходи пома как тебя феврония меня зовут скажи князь пётр совсем плохо да быстро до вас слухи туда ходят ну да ладно чем помочь ты ему хоть знаешь что тело его излечить знаю только это ведь пол дела а вот и про что цену набиваешь нет же я с молитвой живу на этом свете и могу князю петру помочь но он должен сам сюда приехать ух ты какая чтоб князь пётр так тебе должно мне рядом с ним быть не только тогда с божьей помощью к нему полное исцеление придет да что пётр да на тебе женился ха да он и на византийскую принцессу даже не оглянется а это не твоя забота твое дело маленькое но важное слова мои ему передать ты еще указывать мне будешь ха ишь ты княгиня она стать захотела ха принцесса бурундучья скорей снег летом выпадет вот ты сиди в своем лесу а как-то спят уже у сердца пальнов то я тут без силы княгиня у него побывали лучшие врачи а вы самый лучший о простите меня я думал что любые лекарства здесь бессильны Дуняша вот и я о явился не запылился как раз очень запылился это ты-то запылился проголодался нет уж это я запылилась тут в этом душном чулане обещал ведь хоромы да все одинаковые это то о чем а да о племени вашем бабьем надо же говорит вылечу только пусть говорит женится на мне условия видишь ли старь князю это ты про кого да про февронию эту странную из ласково ну та что молитвы исцеляет а князю павлу ты про эту февронию сказывал а еще чего ну и балда же ты у меня фомушка фомушка мой все силы свои положил чтоб только разыскать ее несколько ночей не спал голодал это все дуня жизнью рисковал жизнью рисковал между прочим ну ладно на ох не доедет петр ой 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 совсем же слабенький трогай сдается мне что это последняя надежда а а а а а а А, меня нет. Я, я кушаю. Накрымался, сердечная. Макоху, боже. Значит, намазался вот этим, и всё? Да, и его хворь быстро пройдёт. Ха, и это всё твоё лечение? Тело, да, мазь вылечит. Но чтобы его душу исцелить, я всегда должна находиться с ним рядом. Иначе полного исцеления князя не будет. А ты передал Петру мои слова? Ну, а как же? Куда я денусь-то? А женили вы меня за моей спиной, значит. Вижу, что отвар мой помог. Но банька уже истоплена. Ждёт тебя, Пётр. А ты знаешь что? Пока я буду в баньке, садки мне рубаху из этого льна. В ней я и пойду с тобой на венчание. Ладно, договорились. Ну, а ты тогда, пока я весь лён рассешу, смастери мне вот из этого полена хорошую прялку и веретено. Из этого прялку? А ты уверена? А из этого льна рубаху. А я ведь... Я ведь где-то тебя видел. Ну так давай вспоминай. Пётр, змеи борются. Так это ты была тогда в лесу? Да уж не ведьма ли ты? Я слышал, что варят они свой зелье из зайчьих лапок. Ты прав. Услышать можно всякое. Да не во всё верить нужно. Ну да. Небось приколдовала меня тут своим зельем. А то я что-то насмотреться на тебя никак не могу. Может, это потому, что я тебе по сердцу? А может, ты сама в меня влюбилась? О, это же меня. Быть может. Тогда, быть может, поцелуешь меня? А вот повенчаемся, тогда и... поцелую. Но для этого нужны два кольца венчальных. Колечко простое. До слова княжеское. До слова княжеское. Льёт с небес сверенье песню грустную. Ты так далеко, но сердцем я не одна. Как же жить теперь с этим чувством мне? Всё лишь потому, что знаю я не надо. Ты свет моих глаз и как пламя от свечи освещаешь путь в ночи и я иду к тебе. Ты свет моих глаз мы с тобой обручены и судьбой повенчены на небе и земле. Пусть моя любовь хранит тебя от зла, от бед и потерь и от мирских невзгод. Я всегда с тобой, как в руке рука, всё лишь потому, что знаю я. Ты свет моих глаз и как пламя от свечи освещаешь путь в ночи. Никто не верил, а вон как вышло. Полюбил князь Муромский простую дочь древолаза Февронию. Но чтобы любовь молодых окрепла, были посланы им испытания на верность и на твёрдость слова княжеского. Вот так-то, княже! А мне-то, говорю, что я на византийской принцессе никогда не женися. А сам уже невесту выбрал. Но нам же ведь в Муром пора ехать. Да, ты прав. Я же брату слово дал сразу же вернуться. Что ж, слово надо держать. Вот, держи! Я плату не беру. Это ж княжеский дар. Он от чистого сердца. Передай ему. Не беру. До встречи, Пётр. Давайте живее! Пум-пру-пум-пум-пум. Долго сказка сказывается, да недолго Петя женится. А мне говорил. О, гляди на небо, князь! Что? Что, что? Снег уже идет. Что? Не видишь? Не вижу. Вот и я его не вижу. Ты же сам сказал, что женишься, когда снег летом выпадет. Ну, а что у меня из другой стороны особенного? Забудь ее. А кольцо ее выбрось, и все. Знаешь что, Фома, помолчи-ка. Без тебя разберусь. Наконец-то! Петр, ты здоров? Она тебе помогла? Вот так чудо! У самой смерти вырвало. Так чем же ты отблагодарил Февроне? Все потом, брат. Слаб я еще. Устал с дороги. Ладно, все верно. С дороги отдохнуть хорошо надо. А завтра начнем дела важные разбирать. Выздоровел таки. А ты что, плохо видишь? Да я, Петре, исцелил его, что-то девка из Ласково. Где мой амулет узнала? Спрятан в хранилище. Вот только ключ от него князь Павел всегда при себе носит. Так достань его мне. Княже, княже, а про колечко ты решил смолчать? Да в своем ли ты уме? Чтобы князь на простолюдинке женился? Ты не переживай так, Ну было бы из-за чего? Какая-то там феврония, ну и что? Подумаешь, княжеское слово тоже мне. Сказано, хватит. Все, 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 все. Не, никто ничего не скажет, князь, никто об этом не узнает. Ушел. Прощай, мою ласковую. Как там мой Петр? Указы, брат, не по своей прихоти писать надо, а по нуждам народа твоего. Обо всех помнить и за исполнением следить должно. Вот, взгляни-ка, князь, налог сработали новый. Да не соберем, ух! Взгляни-ка, как тебе новый налог? С каждой животиной по копеечке о казне доход. Что скажешь? Не разберу ничего. Буквы на листе пляшут. Дай-ка. Казна муромская должна не с поборов нищих людей расти, брат, а только с богатств наших. Ведь что такое мой указ? Указ – это надежное слово князя, а княжеское слово – это закон для всех. Прежде всего, закон для самого себя. ведь слово князя покрепче Булата будет. Слово даю. Обещаю. Колечко простое, да слово княжеское. Пётр, что с тобой? Значит, та целительница из Ласкова тебе так и не помогла. обманула? Нет, это я её обманул. Мы с Февруней обручились, а я от неё отказался. Так, вот оно что. Да уж, другую жену я тебе видел. Ожидал, что твой союз с муром укрепит. Но, чтобы мой брат нарушил своё слово, как бы там ни было, ты будущий князь и должен сдержать обещание. Пётр, это твоя наречённая пишет. Она сама зовёт нас на свадьбу. Венчаться хочу в родном моём храме. Хоть он не велик и не богат, княжеских пышностей не хочу. А как же без пышности? А гости? А как же пир? Для всего мурома? Это ещё не всё, слушайте. Да возьмите с собой, что потеплее. Если снег пойдёт, замёрзнуть можно. Как же так? Но на дворе-то июнь? Правда, странно это. Но вот что, венчайся, как она просит. В этом я уступлю. А пир должен пройти в Муроме. Точка. Снег в самом разгаре лета. Пётр-то венчаться едет. Павел велел и нам всем собираться. Тебе здесь остаться нужно. В хранилище его проникнуть. Всё равно без ключа туда мне не попасть. Ты, князя, слушаться я не могу. Все отношения попорчу. А нам это сейчас ни к чему. Господи, дай силы брату моему Петру. И да будет жизнь ему дана на добрые дела. Услышь меня, Господи. Тоже мне невеста сыскалась тут. Ни род, ни племени никакого. Это ж надо нас, знатных людей в такую даль тащить. Что за свадьба в такой спешке, спрашивается. Эх, глупые клуши, так в девках весь свой век и будете сидеть. нервы и не от откажись, княже, пока не поздно. Если князь слово свое не держит, то позор ему на всю жизнь. Позор в наше время выгоду свою пускать. Потерпи, и Петр, скоро уже доберемся. Стой! когда снег летом выпадет. Ама, укрой Петра получше. Ты лежи. Сейчас, Петенька, сейчас. Только попону потепляй, найду. Я мигом, мигом. Вот и сбылось пророчество. Повенчались перед Богом и людьми князь Муромский Петр и простая девушка Феврония. Ты свет мой глаз и как пламя от свечи освещаешь путь в ночи и я иду к тебе ты свет моих глаз мы с тобой обручены и судьбой повенчены на небе и земле на небе и земле на небе свет моих глаз на небе и земле на небе и земле на небе и земле и свет моих глаз добро вам пожаловать ко двору княжескому царевна лесу на пушке жила непростая лягушка пробила молва у народа что мол она знахарька и не дотрога но все изменилось мгновенно когда вдруг Петру стало скверно она его излечила и князя себе мужья получила вот вам и лягушка с опушки царевна скакнула простушка на свадьбе народ веселится а кто-то от злости готов удавиться ты слышала сказку наверное про ту лягушку царевну ох и я вам скажу ребятушки смеетесь вы зря над лягушкой неплохо бы вспомнить скорее чем кончилось все для гощея умна выстраивай язык остра пойдем пока не поздно съедим кровь сетра ну и пузык не жми ну и манеры а как иначе то в своей деревне отродясь ничего вкуснее хлеба не глянь а молодая ты крошки со стола собирается а украшки а кому и угощение а ты знаешь петр наконец-то я спокоен за тебя ох не спеши мудрый наш князюшка я убедила князя что нужно стену срочно подлатать да ведь уже и мостки поставили а павел как раз мимо них к себе и проходит сделала как вы и сказали вы знаете что надо делать детки мои анна ты здесь анна что разбился князь павел и вот он наш ключик да кто здесь странно павел его всегда при себе носит как чувствуется ишь ты ведьма павел что с тобой погиб наш князь без павла жизни мило стала решила в монастырь уйти да уж сейчас ее уже ничто не держит смотри возьми от хранилище ключик то теперь будет пётр править ах неспроста все это случилось неспроста да вот и я об том же думаю а случайно мудрый князь павел погиб а может это все знахарка обстряпала чтобы сразу все к рукам прибрать мудрый князь пётр пётр ты совсем еще неопытен чтобы самому княжества муромским прав согласен советники ты ему понадобится вот и началось наше времечко доказны не допущу между прочим наш род самый древний в мур а вот почему ведьму в советники взял вот и мы так же думаем неужто простолюдинка нам боярам приказы отдавать будет княгинюшка прости что потревожили тебя по такому пустяку но покрывалые перины во всем тереме совсем уж старые тут купцы парчу предлагают красота вы только гляньте роскошно а прикажите казначею средства мне выдать и я сама сама за всем прослежу и на платье всем еще достанется рот закрой я думаю что перин тюфяковской тертей в тереме хватает да и крепкие они еще а казну на придуманные нужды тратить не гоже а я так тоже думаю мне нужно идти займитесь делом ничем нам ее не взять просто ведьма какая-то княгиня ведьма точно ты конечно прости меня княже но знаешь что в народе о февронии говорят что княгиня молодая оборотень да да именно так говорят что ровно в полночь заяц февронии оборачивается черной кошкой горлица становится ступой ее бурундук метлой а сама феврония превращается в старую ведьму и что летает она по ночам над княжеством нашим все ей везде раздоры ежели у кого что плохо то люди ее винят князь люди разные говорят или вы думаете что в полночь меня превратили в дубину я уже не ваш князь и как же она может раздор сеять если всю жизнь людей исцеляет и даже копейки за это не взяла какие же болваны безмозглые ничем февронью это не взять ой ведьма неспокойно вокруг мурома пора собирать послов да я тебя понимаю при павле помню всегда до полуночи не спали готовились не переживай так я справлюсь устроим послан настоящий пир я приготовлю самые лучшие яства и за всем прослежу нет не гоже княгине на кухне толкаться и все же дозволь у нас сладные стрепухи не посромят я знаю пётр но только разок обещаю не пожалеешь это такое событие ну да а потом представим тебя послам заморским еще как чудную кухарку жену и тогда весь мир узнает какая в муроме прекрасная княгиня и какой здесь мудрый князь для послов то сама ведьма готовить будет совсем спецел матушки скажем а насос мих лопнет ну что ж поглядим как послам заморским твоя стрипня понравится значит так я отвлеку нашу знахарку а вы добавите вот это незаметно в метовуху в метовуху ой мои девочки и главные блюда для послов тоже не забудьте и ничего не перепутайте княжеская княжеская не трогать не трогать не трогать не трогать спасибо за добрые слова Ну что, Феврони-целительница? Ох, не сидеть тебе боли на троне-то княжеском! Позволь мне помочь им, у меня есть все, что нужно! Вот она, отравительница! Не подходи ко мне! Не подходи! Все послы заморские грозят соотношения с нами разорвать! Считают, что мы это все со злым умыслом! Князь, мы окажемся в кольце врагов! Мы же разоримся! Где теперь деньги на казну брать? Все верно! Нужно делать выбор, князь! Все бояре в одну дуду! Вот и грамота готова! Дело-то серьезное! Верно! Все ее подписали! Не гоже князю нашему закон нарушать! Хорошо! Все по закону будет! Такова наша воля всех бояр муромских, уразумевших, что сие должно быть беспрекословно исполнено, ибо закон того требует! Княгиня Феврония, по законам княжества Муромского, ты должна покинуть город! Я дал обед перед господом! Никогда не разлучаться с женой, и слово свое сдержу! Если Феврония не по нраву, ищите себе нового князя! Князь уходит! Любовь, ты сильнее власти княжеской! А ну-ка, глянь! Боль! Боль! Все бояре в тронном зале собрались! Решают, кому на трон садиться! Все в тронном зале, говоришь! Какая удача! А вас уж не было, когда мой прабрадед вопрогу в трон! Да за мной вся дружина муромская! Зато мой род самый богатый! Докажи! А может, ваш? Это мой трон, власть по праву! Я знаю, чего вы хотите! И могу дать вам все это! А ты еще кто такой? Я? Я ваш новый князь! Я золочу каждого! Деньги потекут к вам! Больше никто не к тунду ку... ...за вами законов! Ни человеческих, ни божьих, тем более! Для вас есть один закон! Кто сильнее, тот и прав! Человек рожден для удовольствий, а их дает богатство! Забудьте долг по-ярски! Хотите золото? Тогда поклонитесь мне! Измена! А кто против, сожгу! Начались в Муроме голод и мор, стинания и плач! И поставил змей идола! И стали ему поклоняться и служить! Братья мои, где же мне столько денег на взяли? Братья, у нас теперь закон такой! Вы жалуетесь, что я задавил вас поборами! Ха-ха! Слушайте мой указ! Я разрешаю грабить и убивать! Спасибо тебе, добрый человек Ну и что ж не пособить Путь вам долго предстоит А что в Муроме? Да погиб Муром Князем там змей погадый Совратил народ, бояр подкупил Все церкви позакрывал И стукан себе поставил Никаких законов не признает Кто из людей богаче, тот и прав Лишь бы карман набить Утекла окровушка, а ему того и надо Будто пьет он ее В три горла Что? Говорю, что суши дракон А все-то из-за князя их, Петра Бежал он со своей молодой женой Говорят, что куща райски искать Бросил там все А как же мы, народ? А нам что делать? С этим, что ли, обезьяном оставаться? В Муроме беда Враг, что Павла сгубил Теперь на троне Мне надо возвращаться Нам Нас позвать должны Сейчас княжеством Змеи отправят Поверь Нас позовут, знаю Эй, люди добрые Если увидите князя Петра Передайте, что в Муроме его просят Да все Петра беглеца ищут Ну и где же он? Фома! Ой, сам Петя Эй, княже Тебя в Муроме нижайше просят вернуться Причаливай Надеюсь, Отец наш Небесный Будет с нами И он гораздо ближе Чем ты можешь себе представить Нам к воротам нельзя Вот сюда Ай Князь! А? Я здесь, в темнице, заперт. Влас, ты? И тебя под замок? Погибаем мы тут без тебя. Влас, как же супостат смог трон мой занять? Да потому что не человек он вовсе, а сущий змей. Он колдун. Тебе нужен Агриков меч. Где ключ от хранилища, Влас? Ключ у этой, Ироиды. А почему у Ироиды? Она правая рука, змеиная. Вдвоем тут правят. Вы знаете Ироиду. Добудьте ключ. Так, значит, это мне. А это... А это в казну. Тетя, морковки не найдется. А ты откуда здесь? Проваливай отсюда, картавый. Картавость не грех. Грех козлов бороть. На помощь! Ах, хрена! Ловите, ловите! Ловите! Ай, украли! Украли ключ от хранилища! Кто украл? Так ведь бурундук зайцем. Что? К нам пожаловали гости. Сгоните толпу. Нас ждет нескучный вечер. Петр, здесь повсюду колдовские ловушки. Смотри. Опять мы на том же месте. Ах! Без Агрикова мяча нам с ним не справиться. Другого пути нет. Я должен с ним сразиться! Петр! Петр! Он колдун! Путь оставаться! Добудь Агрикова в меч! Вставай, князь! Вставай! Ну, рассказывай нам, зачем ты в Муром пожаловал. Что, хочешь народ повеселить? Я не против. А то заскучали мы тут без тебя. Удивлен, князь? Давай же, будь посмелее. Князь! Ага! Ага! Еще! Ага! Ага! Девушки отдыхают. 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 не пойму в чем же сила и секрет меча богатыря агрико ты думаешь без любви получилось бы победить они рановато ли снег пошел ему виднее князь казну украли а где хома а 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 Не пройти Каждый должен с тобой найти Путь вдохновения Чтобы просто вместе быть И любить И в надежды превратить Все сомнения Посмотри в небо Улыбайся солнцу Отпусти печаль и боль Не теряй веру Доверяйся сердцу Если в нем живет любовь Кем бы ты ни был Поживет в моем сердце Вера, верность и любовь Если вдруг настанет день Трудный день Свет в душе закроет тень Отчуждения У тебя всегда есть шанс Сделать шаг Самый важный первый шаг К примирению Посмотри в небо Улыбайся солнцу Отпусти печаль и боль Не теряй веру Доверяйся сердцу Если в нем живет любовь Кем бы ты ни был Поживет в моем сердце Вера, верность и любовь Вера, верность и любовь Вера, верность и любовь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!